Привет, мои хорошие! Сегодня мы с вами готовим кимпап. Это корейское блюдо. Ким – это вот эти листья, водоросли, прессованные, высушенные. Это ким. Пап – это рис. В общем, получается кимпап. Итак, начнем готовить. Мы сегодня делаем мини-кинпап. Нам надо вот этот квадрат, а тут 10 листиков, порезать на 4 части. Почему мини? Потому что очень удобно брать на работу. В ланчбокс. Ну и маленькие, аккуратные. Интересно. Лучше, чем обыкновенный кимпап. Мы с вами порезали. Что мы делаем дальше? Я отварила час назад рис. Рис должен быть клейким. Вот я его подготовила. Он уже почти остыл. Чуть-чуть теплится. В него мы добавляем столовую ложку уксуса. У меня 7%. Третью часть чайной ложки – соли. И кунжутное масло. Где-то десертную ложку. Смешиваем это все. Еще я добавлю в наш рис черный кунжут, чтобы не вспоминял цвет. Крапинку получился. Здесь у меня одна чайная ложка и еще одна. Достаточно. Все это хорошо смешаем, чтобы соединилась соль, масло, уксус и черный кунжут. Вот. Рис уже подостыл. Горячим его нельзя, потому что таким по-другому себя будет вести водоросли. Рис мы подготовили. В начинку нашего кимпап или мини-рулетов будет входить стам. Я его порезала. Длина кусочков должна быть такая, как кусочки кима. Также огурчики такой же самой длины. Старайтесь середку вырезать. Она дает воду, это лишнее. И морковка такой же самой длины, как листик водорослей. Теперь нам надо морковь и огурцы обжарить, для того, чтобы они приобрели мягкость, податливыми были. Разогреваем сковородку, наливаем растительное масло, любое, без запаха, немного. Выкладываем сначала морковь. Немного ее обжарим. Чуть-чуть можно добавить маслица. Если хотите, можно поперчить. Я в данном случае не буду перчать. Я только чуть-чуть присолю. Чуть-чуть. Потому что соль у нас уже на сегрессе. И хем или спам, он тоже уже соленый. Лишняя соль нам не нужна. Морковь зорим недолго. Лишь только она потеряет свою хрупкость. И станет более податливой. Прихватится чуть-чуть. Она готова. Все. Морковку мы обжарили. Обнимаем в сковородке. По тарелочке. Масло, которое осталось в сковородке, пусть остается. Мы сейчас на нем будем обваривать огурчик. Вот так. Сопротивляется морковка. Не хочет из сковородки выбираться. Но мы ее все равно заберем. Так. Что делаем дальше? Сюда в это же масло мы кладем огурцы. Все то же самое, как и с морковкой поступаем. Немного, чуть-чуть. Надо ее тоже чуть-чуть присолить. Тихо. Огурчик. Симпак. Или. В роллы. Или. Рулеты. Как хотите называть. Ну, вообще, в Корее это кимпак. Кладется все угодно. В начинку. Это может быть. Туни из баночной. Вынимаешь из банки. Сливаешь. Сужитка. Просит. Она нам не нужна. Сужитка. Добавляя чуть-чуть майонеза, перца черного, лучка молотого. Я имею ввиду мелко порезанного. Смешиваешь. И вместо шема, как я делаю, может быть. Туни из баночной. Также может быть любой фарш. Фарш надо отжарить с луком и чесноком. Добавить острого красного перца. В Корее добавляется куча джам. Это пирочная паста. Острая. Вот. И можно использовать, значит, еще и фарш. Вместо хема, который я сегодня использую. Что мы делаем дальше? Угылаем перчатку. На две руки. Потому что мы будем двумя руками смешивать. Сворачивать наши роллы. И кладем ложку риса подготовленного. Он уже простыл, он уже холодный. Горячий не надо. Классик. Тоненький слой риса. Пальцами придавливаем к водорослям. Кему. И укладываем. И укладываем сначала. Морковку с огонькой. Не тоненькой и не толстой. Дальше. Хем. Или колбаса. Или фарш подготовленный. Я сказала, как его надо приготовить. Или тунец. И просто-напросто закручиваем это все. Вот так. Первый сентап готов. И так дальше. Берем следующий листок. Накладываем. Немного. Наш вареный рис подготовлен. Хорошо его придавливаем. Ковриком делаем вот так. На него морковка пошла. Огурчик. Фем. И скручиваем. Вот так. Боковушки вываливаются чуть-чуть. Они выглядывают. Они не вываливаются. Но это очень эстетично. Это не портит совсем. Наш мини-кемпап. Следующий листик берем. Вот так. Это находка. Когда едешь на природу. Берешь с собой в коробочку этот кемпап. И идешь на работу. Берешь палочки. И палочками кушаешь. Теперь. Морковку опять. Огурчик. И пару полосочек хрена. И точно так же все продолжаем. Скручиваем в рулы. Вот он какой. Эстетичный. Дальше берем и делаем. Плотненько прижимаем. Рис был. На всем нашим коврике. Водоросли. Плотненько прижимаем. Морковка. Огурчик. Пару палочек. И закручиваем. Вот так. Лис должен быть липкий. Клейкий. Ну а такой покупать. Ну и последнее сделаем. А потом попробуем, что у нас получилось. Хорошо прижимаем. Делайте обязательно в перчатках. В перчатках рис не клеится. Руки чистые. Это здорово. Вот. Вот так. Огурчики. И хэм. Закрутили. Придавили. Вот. Теперь. Для подачи на стол нам надо покрыть наши рулетики растительным маслом. Это делаем мы кисточкой. Растительным маслом. Любым. Без запаха. Вот так это делается. А далее. В Корее присыпают белым кунжутом. В данном случае я присыпаю семью льна. Вот так. Вот так. Вуаля. Наше блюдо готово. Будем пробовать. Кимпап хорошо кушать. С кимчи. Берем. Рулетик. Один. И берем. Листик кимчи. И так. Пробуем. Ребята. Это просто божественно. Очень вкусно. Полезно. Доступно. И брать с собой. И дома. На завтрак. На ужин. На обед. Рекомендую всем. А на сегодня пока. Пока-пока. Редактор субтитров. Пока-пока. Корректор субтитров. Корректор субтитров. Продолжение следует...